Вечер добрый! Слушаете вы свое радио, надеюсь, в постоянном привычном для себя режиме, значит, в курсе всего, что здесь происходит. С понедельника по пятницу с 8 до 10 в студии своего радио появляются живые музыканты, то есть живые люди, с которыми мы живо беседы беседуем, и, само собой, естественно, играют они нам свою музыку. Хотелось бы сейчас разобраться, чего ребятам... Сейчас я так не продаваю историю музыкантам, то бишь нужно... А, все, все сделали, да? Все? Окей. Все хорошо. Теперь все будет слышно, по-моему, хорошо, замечательно. У нас есть традиция, добрая такая, сложившаяся уже достаточно давно, прежде чем мы начинаем разговаривать... А чего, не слышно я, что ли? Заголосили-то как... Миш, ну разберись, пожалуйста. Меня не слышно. Вот это самое страшное в этой студии, когда меня не слышно. Шучу. Прежде чем мы... Да, вот это очень интересное было. Нет, одну секундочку. Вопросы... Да, я понял, кому задать вопросы. Прежде чем мы начнем разговаривать, надо что-то сыграть. Да, музыкальная заявка, от этого никуда не уйти. Нужно показать, что вы, в принципе, делаете, что вы играете. А дальше уже поговорим. Поехали. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Она приходила и купола их в сон. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И кто-то скажет, кто-то подберет слова, пытаясь пустоту заполнить. Я оглянусь, я не права, я не права. И кто-то подберет слова, пытаясь пустоту заполнить. Я оглянусь, я не права, я не права. Полгода на счастье полгода на счастье полгода на счастье. Как-то так пахнуло восьмидесятами сразу. Здесь сегодня абсолютно уникально. Ну нет, не уникально, а есть женские коллективы, конечно. Да, Иванова тоже, например. Но в данном случае коллектив, играющий чисто мужской такой. Мужской русский рок, но с женской подоплекой. Хеллиум Джем. Давайте будем знакомиться сейчас, потому как это важно. Юлия Багельфер. Да, совершенно верно. Правильно, правильно. С такой фамилией русский рок. Вокал, да вот хааа. Кнабергов тебе напомнить? Не имеет значения, какая фамилия, на каком языке ты поешь. Вокал, ритм, гитара, текст и песен. Так у меня написано. Все правильно? Да, все правильно. И мать-основательница. Мы две матери-основательницы. Сейчас разберемся, сейчас разберемся. Соло-гитара, бэк-вокал Маша Алышева. Да, привет. Правильно ударение ставлю? Алышева? Да. Алышева. Ну, тут понятно, мне кажется, Юлия Юльтрон, так написано. Балакирева, бас-гитара. Да, это я. А Юльтрон, это почему? Это как? А так в школе называли. А, то есть хранишь память еще о тех годах. Хорошо, молодец, душа молодая. Хочется быть моложе. Сказала она. Ну, бабушка. Мне в твои годы, господи. Так, и за ударными, да, единственный человек, у которого есть собственный микрофон эфирный, достанем, подожди, я включу сначала, сейчас лампочка сгорится. Это Екатерина Скокова. Да, привет. Привет. Надо видеть, как она играет. Надо видеть. Очень театрально, ну, актерский очень, очень красиво. Я сейчас наблюдал, как это происходило, когда она по хэту, так это, ручка сложена. Вот удивительно, я такого еще, правда, не видел. Очень, нет, правда, очень изящно. Сегодня изящная группа здесь. Изящная музыка. Изящное, я думаю, настроение. И надеюсь, что ваше внимание будет также точно изящным сегодня. С комплиментами. А как же дамам без комплиментов, правда? Нельзя. Мы не учли еще одну девушку в этой студии. Ее, почему-то, нет у меня в списке. Звукорежиссера коллектива. Представьте, пожалуйста, Юлия. Дарья Сергеева. Дарья Сергеева. Наш концертный звукорежиссер. Шкодная девушка, показывающая языки. Здрасте, извините, я случайно. Ничего, нормально тебе можно. Миша Коренков. Звукорежиссер программы «Живой он здесь рядышком». Они вместе сегодня выруливали все на чеке. Ну, а дальше Миша, ну, понятно, джентльмен, решил уступить кресло даме. Но она под его контролем. Правильно? О, она соглашается. Люблю женщин, которые соглашаются с мужским контролем. Значит, правильный подход к жизни. Так, надо сначала сообщить, как с нами связываться. Это тоже важно. 46-47. Короткий номер для смс-к ваших. Сначала свои, пробельчик. А потом уже все, что хотели бы сказать. Ваши эмоции, впечатления, вопросы, в том числе, естественно. Не забывайте, пожалуйста, об официальном сообществе. Группа ВКонтакте. Там уже давно фотография выложена. И в тексте анонса группа Helium Jam выделена синема. Значит, активная ссылка, вликая на которую вы оказываете у них в сообществе. Становясь частью этого коллектива, банды, так сказать, сообщников вместе, получая полезную и нужную информацию моментально о концертах, о турах этого замечательного коллектива, об альбомах, закивали, да. Об альбомах новых, о готовящихся релизах, ну, и так далее. Можно также в чате писать чат у нас на сайте. Сайт своего радио, своерадио.фм. Там, собственно, чат, и там же можно выйти, оттуда же можно выйти на видеокартинку. Сверху вы видите под баннером рекламным длинненький такой плеер. Слева в плеере онлайн-аудио, справа онлайн-видео с синим кружочком. Кликаете на него, и вот-вот картиночка. Вы видите все, что здесь у нас в студии происходит. Там же, кстати, спасибо планете, надо сказать, за это планета.ру. Замечательная краудфайдинговая платформа. Там же есть чат, в котором тоже можно отписываться. В общем, мы пытаемся увидеть ваше сообщение отовсюду. Человек пишет, не ожидал такого увидеть одни девчонки. Ну да, да. Сегодня многие, наверное, будут неожиданно удивлены. Мы вас видим, пишет Телебра. Кто такой Телебра, я не знаю. Кто-то из ваших, скорее всего. У вас нет. Нет, а зачем вам-то видеть? Если бы вы всех видели, вы бы играть не смогли. Уж больно много всех тех, кого сегодня мы могли бы видеть. Как называлось первое произведение? Первое произведение называлось «Полгода на счастье». Это песня, скорее всего, заглавная с нашего второго альбома. О, а об альбомах мы тоже? Ну, первый-то есть уже? Конечно. А группе-то десятого года? Десятого. А группе-то пять лет? А то. А уже два альбома вот-вот? Да. Так молодцы какие. Многим мужикам, между прочим, на заметку. Нет, но первый альбом многострадальный был. Мы долго его писали. Долго? Это сколько? Полтора года, да? Да. Полтора года. Есть группа, которым 15 лет и всего два альбома? Ну... И третье еще неизвестно когда. Подождите, вы молодцы. Давайте мы дальше сейчас поем что-нибудь, ну так, закрепим, можно сказать, успех. А дальше поговорим более подробно, окей? Как называться будет следующее произведение? Некогда. Хорошо. Тоже из 80-х. Хорошо, хорошо. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня Хилиум Джем. Погнали. Некогда смотреть в окно, некогда скучать, пытаюсь написать письмо, но вот с чего начать. Быть может, что опять весна, или что отключен свет. С банального, как жизнь, с банального в привет. С того, что дети подросли, с того, что не означает. Она вчера сказала мне, что любит сладкий чай. С того, что в моде декольте и меховой жилет. А может быть начать с того, что грустно. Некогда смотреть в окно, некогда стареть. Нет времени на то, чтоб просто посмотреть на фотографии твои. Стихи твои прочесть их спонс. Что было так давно, бог весть, когда. В каком неведомо году мы рисовали на асфальте. Такую ерунду мы жили так, Что впереди, казалось, век, хватало времени на все и оставалось. Некогда смотреть в окно, некогда скучать. Я не напишу тебе письмо, не знаю, как начать. Мне некогда скореть, нет времени скучать. И очень страшно научиться вновь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь в группе ВКонтакте Юлиусова пишет. Привет, включила одним глазком посмотреть перед сном. Никаких предвкушений не было. Оно с первой песни так аккуратненько цепануло. Как теперь выключить? Спать-то надо. Ну, люди живут в разных регионах. Сами понимаете, где-то уже сейчас давным-давно ночь глубокая. Но люди терпеливо сидят и смотрят, и слушают эфир. Правильно, завтра обсудить можно. У нас либо в микрофон, либо молчит. Микрофон, подходи, пожалуйста. Правильно, завтра можно обсудить с друзьями. Молодец, хорошо повторила фразу. Умничка! Девчонки, давайте так. Я понимаю, что это, Юля, у тебя была идея именно женского коллектива. Или так сложилось? Нет, совершенно так сложилось. Вот случайно? Абсолютно. Мы познакомились сначала с Машей. Все это было как акустический дуэт. Периодически были перкуссионисты. А потом решили собрать электрический состав. Пригласили двух ребят. Корней. Да. Кстати, Игорь Нотаров, барабанщик. Он как раз барабанщиком был. Недавно какая-то группа у вас была. Пол... Забыла название. Да. Понятно. Вот. Понятно. Все мы с ними отыграли. Сколько, Маш? Год? Больше? А потом как-то, ну, интересы разошлись. То есть у них как-то другие приоритеты. Им музыка нравится, наверное, так потяжелее. Вот. И как-то вот мы разошлись, и мы с Машкой начали писать первый альбом «Послушай». Как «Послушай» называется альбом первый, да? Когда он вышел? Как давно? 7 апреля 2014 года. Боже мой, все помнит. Женская память, да? Это «Столетие моей бабушки». А, тогда трудно. Сто лет? Да, нет, но ее, к сожалению, нет. Уже нет, да? Нет. Уже нет. Сто лет прожила бабушка? Нет, нет, нет. Или было бы? Было бы. Было бы сто лет. А, я просто обрадоваться хотел. Ну, в любом случае, наверное, бабушка-то долго прожила? Да. Да, слава богу. Хорошо. Первый альбом «Помни». Да? «Помни» называется? Послушай. А, послушай, прости. Это я про себя надо вспомнить. Послушай, сколько там треков? Восемь. Да, восемь? Да, восемь. И вы сегодня их поете? Нет. Ну, что-то оттуда вы поете. А следующий альбом, я так понимаю, вот «Готовится». «Готовится», и он, скорее всего, будет где-то в конце октября. А, так вот, скоро уже? Да. То есть он сейчас на сведении, там будет 12 и, может быть, одна 13-я композиция. Бонусная. Угу. Бонусная. Ну, я так понимаю, что, исходя из второй же песни, я так понимаю, что эта стилистика, она сама по себе вот превалирует. Вы играете в таком, ну, скажем, слегка архаичном стиле. Красиво очень, безусловно, но все же вот слегка такой архаичный. Я думаю, что он... Танцплощадка тоже вспоминается, какая-то такая клеточка, да, куда приходит. Я же даже потанцевал, вот как раньше-то вот эти вот, да, в 9-80. Да-да-да. Клево-клево. Ну, наверное, нет, не все. Я бы не все наши песни отнесла вот к такому стилю. То есть есть и потяжелее, где-то там какая-то басанова встречается на третий альбом, там вообще хард-роф какой-то получается. Подожди, как третьего еще второй не выпустили. Да, но у нас уже на третьей все есть. Песни пишем. А, ну, ну как? Ты смотри, они уже планируют свою... Молодцы. Нет, нет, правильно. Хозяйка должна знать, сколько надо в борщ кинуть того, сего, и все должно быть рядышком под рукой. Это правильный подход. Еще раз говорю, что многим мужикам наука будет, я имею в виду, музыкантам, как нужно планировать свою жизнь. Так, чтобы сегодня один альбом как-то так уже вышедший, второй вот-вот на мази, а третий уже готовится. Ну, круто. Елена Варнакова, что пишет. Вот почему-то захотелось мне сразу сесть в машину и умчаться куда-нибудь далеко, надолго, с открытыми окнами, слушая эту музыку. Легко и приятно. Буду слушать дальше. Спасибо. Подождите, сиконечку, я еще не все прочитал. Константин Паук написал. Волшебное доброе настроение. Все в традициях русского рока. Виктор Соколов. Ощущение такое, что пришел на летнюю танц... О, прям с языка снял. На летнюю танц-площадку, увидев девушек на сцене, оказался немного в шоке. Но музыка действительно из тех лет. Вот Виктор Соколов поддерживает мою мысль. Что касается русского рока, я просто сразу хотел эту тему снять. Терпеть не могу этого термина. Просто потому, что в него многие вкладывают такую теологию целую. Религия целая. Религия. Для меня русский рок, когда по-русски и рок, и все остальное не имеет ни малейшего значения. Чтобы сразу было понятно, почему я к этому термину отношусь весьма. Играет девочке музыку. Хорошую музыку. Добрую, теплую музыку. Музыку, привлекающую внимание. Вот, например, Юля спрашивает. Тезка твоя. Спросите, пожалуйста, где можно приобрести, скачать первый альбом в цифре? Вот на гугле не нашла. На торрентах тоже нет. iTunes. Сейчас вот недавно появился у нас iTunes. Google Play есть. Вот на гугле не нашла, пишет. Странно. Helium Jam, послушай. Должен быть. Я проверяла. А, с сайта есть ссылка. Вот с сайта нашего есть ссылка. На сайте есть ссылка. Юля, посмотрите, на сайте там можно найти посылки, выйти на них обязательно. Скачайте, если уж так нравится. Так, а где-то было еще одно сообщение. Ой, круто, мурашки побежали сразу. Константин твердо написал. Видишь, какая штука-то интересная. Знаешь что, вот мне сразу, как увидел вас, вопрос, когда родился, я сейчас не могу его не задать. А зачем вы это делаете? Просто нравится. То есть это хобби? Ну, я бы не сказала, что это хобби. Уже нет. Уже нет, да. Когда это перестало быть хобби? Я думаю, что года, наверное, как начали писать альбом, наверное, мы уже поняли, что все. Все, затянуло. Затянуло, засосало, ты трясина, и уже из этого не выбраться. Ну, вы же чем-то занимаетесь в жизни? Работаете где-то на жизни? Надо как-то зарабатывать? Ну, вот, Семен, у вас тут налоговая прям рядышком. И вы вот такой камерный вопрос задаете. Ну, норм. Они же вот прям меня встретят внизу. А что у тебя за работа такая, что тебя налоговая встречают? У меня ее нет. Я безработная. Ну, и замечательно. А почему налоговая должна тебя дергать по этому поводу? Ну, я же как-то живу. Ну, кто-то же кормит. Нет. Как так? Мы голодаем. Нет, ну, если иметь в виду профессии, основные профессии, по дипломам хотя бы. Кто-нибудь что-нибудь заканчивал наверняка же, правда? Да, ну, я химик по диплому. Я даже какое-то время работала по специальности. Потом ушла в снабжение. Химической лабораторией снабжала всякими там колбочками, реактивами. Вот. Потом я проработала на машиностроительном заводе. То есть его снабжала. Колбочками? Нет, запчастями. Запчастями. Мало ли что. Там всякие гидроцилиндры, колеса. Вот пошла профессиональная терминология. Да-да-да. Хорошо. Так-так-так. Ну, потом как-то так сложилось, что и больше я не работаю. То есть музыка тебя кормит? Да. Вот это клево. И фундамент, который создан за годы трудов. Молодец. Трудов, да. Молодец. Но хотя бы как-то музыка кормит все же. Значит, вы даете концерты на этом. Нет, это клево. Это же опять замечательно. Это еще один, в данном случае, такой галочка для тех молодых музыкантов, которые тоже хотели бы. Давай ты рассказывай. Маша. Я полиграфист. Так. Университет печати. То есть много лет тоже проработала. Потом музыка взяла свое. Вы сейчас работаешь? Тоже нет. Сейчас нет. Тоже нет. Ну, фриланс. Иногда. Тоже нет. Когда хочется. Значит, музыка кормит. Ну что, это хорошо. Так, еще одна Юля. Юль Трон. Бас-гитара. Бас-гитара. Да, ну, у меня финансовое образование. Я, пожалуй, слегка знаю банковское дело. Так, слегка. Слегка знаешь банковское дело. Да, потому что все время параллельно, конечно же, осваивался инструмент. То есть ты грабишь банки? Да, я прихожу отверткой, хоп, и все. Консервным ножом. Так, 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 так. Вот, сейчас аналитик. Аналитик в банке? Не совсем в банке, скорее IT-аналитик. Всегда хотелось бы. Я так хотел, думаю, обрадовался, поговорить о банках. А почему у нас с экономикой будет дальше проанализировать? Экономики не будет. То есть ты не знаешь? Ну, знаете, я думаю, это к богу. А экономика это у нас барабанщица. Так, мы переступаем. Катя. Да, я экономистом работаю. Экономистом. И образование экономическое, и работаешь экономистом. Да, конечно. В банке, что ли? Нет, не в банке. Ну, скажи мне, светлого какого-то пятна нам когда ждать уже в жизни, в экономической жизни страны? Ну, так, навскидку. Ты же можешь как-то предположить по тем движениям, которые на рынке. Синие фишки полезли вверх, зеленые упали, ну и так далее. Ну, мы точно не доживем. Сколько тебе лет? Я хочу перспективку так просчитать. 18. Пипец, тогда я это точно уже не доживаю. У кого-то есть все-таки надежды на это дело. Давайте петь дальше, наверное, что это будет? Следующая будет пространство песня. Тоже танцплощадка. А, кстати, эта песня «Пространство весны» в Германии, да, про нас написали, благодаря этой песне написали, что мы играем крайне несовременную музыку. Ну, это было так прикольно. И мы поехали дальше в Эстонию. Играть несовременную музыку. А иногда несовременная музыка, она получше бывает, чем современная, хотя бы ностальгически, как минимум. Как всегда, «Живой звук» в программе «Живые». Хеллиум Джемси сегодня. Погнали. Попробую встать кем-то еще Получше закутать душу в пальто И научиться жить, как положено Перебирать старый альбом Вверх не смотреть, любоваться дном Это все, что мне сегодня предложено Смотрю на звезды вокруг луны Мне однозначно очень нравишься ты Я курю по ночам, изучая пространство весны Мне однозначно очень нравишься ты И одобрения чужих не нужны Я курю по ночам, изучая пространство весны Попробовать встать попроще на треть И перестать в небо смотреть Сесть на диету и лайки всем, кто в друзьях И погрузиться в электронный коктейль И обсудить чужую постель и обо всем Конечно, узнать в новостях Смотрю на звезды вокруг луны Мне однозначно очень нравишься ты И я курю по ночам, изучая пространство весны Мне однозначно очень нравишься ты И одобрения чужих не нужны Да, я курю по ночам, изучая пространство весны ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Смотрю на звезды вокруг луны Мне однозначно очень нравишься ты И я курю по ночам, изучая пространство весны ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Аудитория кое-кто начал уже отмечать, что музыка очень грамотно выстроена Очень грамотно все сыграно, очень грамотно аранжировано Есть ли музыкальное образование у кого-то? Музыкальная школа И все? Да Иногда этого хватает? У меня тоже частично Как показывает практика А еще много зависит от таланта Ну просто часто бывают молодые музыканты Они же там, что, научился играть? Да, так надо показать все сразу Так, чтобы все звенело, грюхало Всем одновременно Обязательно И чтобы все было красивенько Получается, как раз, хреновенько Но они-то пока об этом не очень понимают Вы четко и хорошо дружите Чувство меры есть С чувством меры дружьте Это очень важный Такой аспектик, очень важное дополнение К тому, что сегодня происходит Поющие шнурки у Маши были Правильно? Иди-ка рассказывай об этом Это что такое? Была группа Был свободный микрофон Я писала свои песни Пел гитару Собрала мини-состав из бас-гитары и флейты И выперлась на сцену Бас-гитара и флейта? Да Хорошо Вот, выперлась на сцену Собственно, из-за этого мы с Юлей познакомились Вот Потому что смотрела на других людей Которые выходят играть на свободный микрофон Подумала, почему они могут, а я нет А почему шнурки-то? Поющие шнурки А у нее были разноцветные Такие классные шнурки Я их помню Да-да-да, разноцветные шнурки были В мои годы юности Шнурками называли, ну скажем Очень привязчивых девушек В свое время Да, ну что, как шнурок-то, ей-богу Отлепись уже И тут вдруг нормально Я вдруг встречаю название Поющие шнурки Нет, я на баре всегда очень скромная была Ну да Ну я спросил, не более чем ассоциативный ряд Какой-то родился Может, конечно, я понимаю, что я ошибся 46-47 Это короткий номер для СМС К ваших сначала пишите свои Про Бельчика А дальше все, что хотели бы Адресовать девочкам Также, опять-таки, группа ВКонтакте Читаем Голос приятный у солистки Хочется устроиться поудобнее в кресло Укутаться пледом Обняв чашку кофе И помечтать о немного воспоминаниях детства Окунувшие в 80-е годы Слушая Хеллиум Джамм Ну, это правда Ведь, на самом деле, смотри, какая штука интересная получается Нынче очень много разных направлений музыкальных И в этой программе-то бывают каждый день Абсолютно разные музыканты С абсолютно разным музыкальным подходом Много и часто встречаются люди Которые экспериментируют Ну, вот пытаются найти какие-то новые ходы Новые, скажем, музыкальные А хотя уже найти, по-моему, ничего не важно Знаешь, я вдруг сегодня буквально подумал Наверное, в какие-то древние века Первый человек, который изобрел барабан Взял кожу, натянул Его считали гением Ну, потому что, ну, никто этого никогда раньше не делал Сейчас посмотрим на барабан Да везде они есть Ничего гениального абсолютно Чем дальше мы и дольше мы живем Я имею в виду человечество Тем сложнее придумывать что-то новое А зачастую люди Начинают делать что-то старое, забытое А это воспринимается как новое Просто потому что это уже забыли Да, потому что уже забыли И перестали, да, перестали воспринимать это Как что-то чем-то естественным Вот в данном ключе я хочу тоже понять одну вещь Вы, я смотрю просто и на инструменты И на стилистику И я понимаю точно, что у вас тяги какой-то там Внести или привнести в вашу музыку Какие-нибудь диджейские Жи-жи-жи-жи Трубы Ба-ба-ба Нету Нету А почему? Консерваторы Как-то я, наверное, да, консерватор А, нет, почему? Вот мы привнесли козу Ну, козу, да На козу она играет красивенько Неожиданно вдруг Ну, это, кстати, в стилистике очень Губная гармошка То тоже гармоника, надо говорить Обижаются гармонисты Я не умею на ней играть Ну, неважно Я к тому, что она хорошо бы звучала бы Здесь очень ложилась бы в звук То есть нет желания, интереса Ну, скажем, искать что-то Вот есть уже такая стилистика, которая выработана И она устраивает Мы на самом деле ищем больше какое-то решение Ну, там, гитару какую-то особенную взять Там, примочки какие-то свои Там, звуковые вещи То есть мы пользуемся тем, что наработанным Ну, людьми Ну, в настоящее время Не совсем там диджеи А чисто оборудование Вот А благодаря Собельфельду Евгению, привет ему Дай ему Бог здоровья Да Он когда-то назвал женским Битлзом Мы так прифигели, подумали Какое приятное сравнение Думаю, а что мы будем Вот тут какой-то Играть Там, брать клавишников Диджеев Будем играть то, что нам нравится То, что нам близко И Как-то так Ну, в общем, да Мне кажется, важно, чтобы нам самим нравилось То, что мы играем А я вижу Нет, вам нравится Я вижу, с каким удовольствием они это делают Какие у них полуулыбки Такие блуждающие на лицах В то время, когда играют И вообще они очень веселые Девчонки, я вам скажу И до эфира это было понятно Они заводятся, ну, буквально Там, да, все Девчонки ржут Правда Это очень хорошо Это замечательное качество Человеческой открытости И душевность А вот что касаемо Отношений вне музыки Вы как-то общаетесь? Да, конечно У нас, по сути, вот нас четверо Нет, пятеро еще с Дашей Мы, в общем, наверное, как-то Это можно назвать своего рода семьей Угу То есть вот у нас там Две собаки Которые любят всех нас Какие? Коли Две Коли? Да Две Коли, две белки Белки? Белки Реальные белки? Ну, реальные белки, летяги А зачем белки? Электронных любят Они так классно прилетают со шкафа на голову Ух, такой массаж Так она, когда летит, может и это, и сходить? Не, 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 нормально Нет, то есть можно не озираться, не оглядываться Нет, нет, коровы не летают Страшно не люблю те места, где голуби сидят Лавочка стоит, отдыхаешь, сидишь, и голуби сидят Всякий раз думаешь Хотя бы говорят к деньгам, но не всегда Но как-то не надо Но не всегда к деньгам-то Я просто не знаю, к чему, если бы белочка бы так неожиданно Простоволосилась бы, к чему это? К стирке Это да Я бы еще не встречал людей, у которых дома белки летят Это вот реально прирученные, домашние или дикие? Домашние уже, уже домашние Они едят червяков Господи, ты их очень любишь Фу, сказала она, фу, какая А где ты берешь червяков тогда? В зоомагазине, это зоофобос такой А, то есть специально ходишь за червями для... Да, пойду накопаю в зоомагазине червей Но белок мы на репетиции не пускаем Клевак Они подпевают Кто еще есть? Белки есть, собаки есть Коты есть Коты есть? Угу Кот, кошка и кот Так Я ничего уж, по-моему, не удивлюсь Еще огромный синбернар Еще синбернар есть? Где? У кого? У нас, у всех нас Это вот все наше хозяйство Точнее у менеджеров наших Обалдеть Большая семейка-то у вас, я вам скажу Большая, очень, мне кажется, теплая Зоопарк А часто ли вы, ну, давайте так Музыка-музыка, вы репетируете периодически, я думаю, да? Время находите на репетиции? Да, ну, два раза в день обязательно В день? Ой, в неделю Опешил я, два раза в неделю, да А все остальное время? Вместе? Ну, практически, да Да, мы создаем кучу болталок в ВКонтакте Там, в Ватсапе Постоянно переписываемся Какие-то новые идеи находим, делимся, обсуждаем То есть у нас нон-стоп такая работа идет Слушайте, с вами весело, по-моему Да С вами весело Все-таки электрон с Катюхой Мы уже не успеваем на работу ходить, да? Как-то Зачем аналитику на работу ходить не надо Ему надо анализировать Заходим иногда Зачем? Вон Сергей Менеев пишет Улыбаюсь в бороде Автобус не понимает Не грустите, люди, сегодня пятница Человек слушает просто в наушниках по пути А музыка, выправление, записи, фотографии А, это он Константину что-то пишет Там между собой уже Ребята общаются Это уже не к эфиру Это не имеет отношения к эфиру Зато Виктор написал Ничего себе, семейка Да, семейка, ничего себе Семейка, ничего себе Вот что Когда пою Вот песня, которая сейчас была спета Она из какого? Из первого альбома еще? Нет, она из второго Уже из второго, которого пока нет Ну, ты хотя бы предупреждай, чтобы было понятно Что это свежак А, да Это все вот было свежак Это вот то, что войдет во второй альбом Как он называется? Пока нет названия? Пока нет Пока нет, но без названия Пока без названия Но, тем не менее, это свежачочек Который вот сегодня Те люди, которые знают ваше творчество Слышат или не слышали раньше? Слышали, может быть? Ну, на живых концертах, может быть, слышали А что-нибудь сегодня будет петь, что не слышал никто еще? Понятно? Маша А, будем? А, будем? Будем Черно-белый дом Вот, это совсем премьер Да Клево Это особенно хорошо тем, для тех, кто слушает вас и знает, что вы играете Так, значит, впервые за пультом вижу урок команд девушку Пишется, да, вот так Как кокетливо сказала, она помахала Чудо просто, чудо Можно уже глупые вопросы задавать, спрашивайте Юлия Бальгейфер, а что у вас на футболке написано? Маша, что у меня там написано? Я не помню Человек просто картинку увидел Every sound make music Все, ответили Я не знаю, почему для человека это так стало важно Но, тем не менее, мучился человек, не мог прочитать Давайте дальше петь, что это будет? Пока ты рядом Еще раз Пока ты рядом, песня Вот, теперь понятно Как всегда, живой звук в программе «Живые» Здесь сегодня Хелиум Джем Поехали Шаг за шагом Я исчезаю Звук за звуком Я замалкаю Но я живу Пока ты рядом Год за годом Дальше и дальше Привыкаю К нелепой фальше Но я живу Пока ты рядом Пока ты рядом Смотри На красный закат Пока я стою На этом краю Могу День за днем Дождливей погода И потеплеет Через полгода Но я живу Пока ты рядом И новые ритмы И новые песни И даже все Это вместе Имеет смысл Пока ты рядом Пока ты рядом Смотри Смотри На красный закат Пока я стою На этом краю Могу Оглянувшись назад Сделать шаг Но я остаюсь Здесь День за днем Смотри на красный закат Пока я стою на этом краю Могу, отлинувшись назад Сделают шаг, но я остаюсь здесь Смотри на красный закат Пока я стою на этом краю Могу, отлинувшись назад Сделают шаг, но я остаюсь здесь Кать, какая артистичная все Не отрываются глаза просто От того, как она это делает На своей кухне барабанной Клево, красиво все Лекс пишет, например, давненько у меня не было таких сидящих Пляск у монитора Молодцы, девчонки, жгите Люди пляшут, сидя у мониторов И абсолютно им плевать Что сейчас в данном случае как-то и плясать Это неудобно Давайте так Что в принципе в жизни вас интересует, кроме музыки Это, понятно, вопрос, наверное, глупый немножко и наивный Но мне бы хотелось понять, откуда Ты же тексты пишешь, да? Да Тексты-то, в общем, ну, как сказать, серьезненькие такие Тексты-то Серьезненькие такие Тексты-то глубоконькие такие Тексты Что ты хотел сказать? То ли еще будет Сейчас пугаешься? Предупреждаю Да, это значит, в общем, какой-то жизненный путь пройден Понятно, что все мы приобретаем некий опыт со временем, с годами Но в каждой песне я слышу некий надрыв Несмотря на то, что они такие есть веселые достаточно Но надрыв обида Некая обида Чаще на себя такая обида бывает За то, что что-то не доделал, не допел, не доел, не знаю, не довел до конца И так далее У тебя есть к себе претензии какие-то? Вообще к себе нету Вообще никаких? У-у То есть настолько тебе вот все хорошо, все удается? Сейчас уже, наверное, да То есть, наверное, там лет 10 назад вот казалось, что Там, может быть, вот здесь что-то вот изменить бы Или вот тут я была не права А потом как-то приходит понимание, что, в общем-то, если кому-то что-то не нравится Из того, что я делаю, ну, это не моя проблема Да? Ну, как-то да То есть ты умеешь скидывать свои проблемы Как... Я их не создаю Как воду этим самым полотенчиком Раз и все Научи Ну, когда не можешь изменить ситуацию, надо изменить к ней отношения Так, это правильный подход, да Это фраза знакома всем, мне кажется Да Но как изменить отношения, если ты не хочешь, допустим, не можешь менять к этому отношения Ну, к примеру Ну, сейчас не хочу никаких радикальных примеров приводить, конечно, жестких Но, ну, не знаю, чтобы не испортить атмосферу добрую Сейчас я пытаюсь найти мысль такую Ну, ты знаешь, например, что у тебя сосед твой, сосед Не знаю, насильник Ну, к примеру И ты знаешь, что на его совести не одно уже, так сказать, правонарушение серьезное, это преступление Ты говоришь, ну, я же ничего не могу изменить, значит, я изменю к этому отношение И буду спокойно жить Вы знаете, у меня был сосед, который... Ну, я не знаю, насильник он или нет, но он каждую пятницу сначала нажирался Над нами сосед жил Значит, насильник, все Вот, нажирался, потом там вопли, мордобой, так, ну... Мы в этот момент начинали играть И чего? Сосед съехал через две недели, не поверишь А, то есть ты вот так меняешь отношение ко всему происходящему? Ты меняешь отношение людей, по сути дела, к их... Не всегда же, нет, я шучу шутки шутками, но все-таки не всегда возможно изменить отношения Хочется изменить отношения и как бы проще жить, а не получается? Ну, конечно, не получается, тогда песни пишутся Ага, вот в каком состоянии они пишутся? Вот когда уже вот телевизор включаешь, а там... Понял, понял А там что-то не нравится Ага, то есть ты пишешь песни тогда, когда тебе что-то мучает Это не совсем счастливые моменты, это такие, скорее всего, неприятные какие-то эмоции Ну, наверное, когда что-то не нравится Очень много песен, кстати, в пробках пишутся Вот отсюда и надрыв Вот отсюда уже, которая песня к ряду, я ее слушаю и понимаю, что там есть какая-то неудовлетворенность чем-то в себе прежде всего Фу, понял, раскопал Раскопал, неожиданно, конечно, получилось, но раскопал, приятно Так, готовимся тещей Глинтвейн Наслаждаемся вашей музыкой Вечер обещает быть добрым и теплый Денис Журавлев Ни о чем не говорящий имя для вас, да? Абсолютно Ну, я думал, сейчас будет реал О, Денис, привет Он просто так пишет, как будто бы... О, привет, Денис Как будто бы, да, как будто бы... Привет, Денис Вот, как будто бы вы знакомы, как будто бы он ждет вас на Глинтвейн А я что-то прямо вот про Глинтвейн, у меня прям даже запах вот показался Денис, ну, так же вы тогда сказали, а, говорите тогда и б, девчонки свободны сегодня вечером после эфира вполне А сейчас бы Глинтвейн, да, в кадр был? Живут одной семьей, в общем, да, собак брать с собой обещали, не брать Нет, они всегда с нами То есть если мы не на гастролях и не на студии, собаки с нами Ну, в общем, Денис, я рекомендую вам не отказывать в удовольствии, прежде всего, себе Угостить их вкусным Глинтвейном Давненько... А, нет, услышав название песни, уже начал предвкушать Какое-то особенное исполнение песни группы Браво, дай мне этот день А, кстати, как относится к веру? Пишите? Поёте? Нет Нет? Принципиально? Ну, принципиально, не принципиально Просто есть большое количество групп, которые это делают хорошо Вот, и однозначно лучше нас Да, вот, например, у нас здесь студия на улице Тололихина, тут рядышком Студия Диез, да И вот там репетирует периодически группа Драйвер Ну, так как они поют кавер, они поют их лучше, чем оригинал И, ну, как-то глядя на это, кавер Может, им пора бы уже петь своё? Своё они тоже поют, у них вышел недавно альбом «Белая фея» Понятно, а каверы они... А, зарабатывают, я понял Понял, обычно этим люди зарабатывают где-нибудь в ресторанах Ну, мы каверы поём исключительно дома, для себя Ну, вы же дома? Вот сейчас-то у вас домашняя у нас атмосферочка Нет, ну, нет Ну, чё? Ну, не уговорю? Ну, так, ну, чуть-чуть Да нет Немножко Не, да Как он? All at once, I finally took a moment, and I'm realizing that В другой микрофон надо было это делать Не успел сказать, но красиво А чё ж ты так... А почему ты считаешь, что вы это делаете плохо? Мы это не делаем Мне нет, она сейчас сделала? Он так распевается А, это она так использует этот материал, чтобы распеться Ну, да, всякая разная ерунда у нас идёт подраспеть Понял Ну, что, тоже подход Давайте дальше пить Что это будет? Может, что играем? Отражение лица следующей песни Как всегда, живой звук В программе «Живые» и «Люмджем» здесь сегодня Поехали Ты же твое Отражение лица Ты застывшая осень Опять без конца Напрягается день И кончается ночь Ты не веришь А я уйди не прочь Ты не веришь И снова переходишь грань Заставляешь проснуться в холодную рань И твердишь мне, что осень Та же весна Что нет разницы Так же пахнет она Знаешь Мне в общем не важно Лица Кому ты покажешь Но осень Поставила точку А я подчеркнула Последнюю строчку Вижу твое Отражение лица Ты не любишь гулять За пределом дворца И дрожащие листья Шуршат под ногами Но ты их Не замечаешь Годами Ты в своей игре Совершенство достиг И я знаю К этому Очень привык Но напрягается день И кончается ночь Ты не веришь А я уйди не прочь Ты знаешь Мне в общем не важно Лица Кому ты покажешь Но осень Поставила точку А я подчеркнула Последнюю строчку Субтитры создавал DimaTorzok Ну в общем песня про осень Должна быть у любой Уважающей себя Российской команды Тон задал в свое время Юлия Иванович Написав их 6 штук По моему про осень Наконец-то ты сел Как мне неловко было Я сижу Дама стоит Спасибо тебе большое Теперь как-то Мне немножко Посвободнее Поспокойнее Скажи пожалуйста О концертах что-нибудь Есть концерты Где-нибудь В ближайшее время В ближайшее время 25 числа Концерт в Питере 25 сентября Да В Питере где? Восточная Африка клуб У нас сначала интервью На радио Шансон На рок-волне В Питере Вот и потом 25-го Восточная Африка Какое вы имеете ввиду Отношение к этой музыке? К шансону? Да А там передача Рок-волна Видимо мы имеем Отношение к роке На шансоне Рок-волна Да Однозначно Я не могу сказать слово Которое сейчас у меня На губах в эфире Потому что оно не эфирное Но это То есть его нельзя Употреблять Употреблять можно Только не в этом месте Здесь нельзя У нас 12 плюс Но я думаю Народ понял Что я хотел сказать Да Неожиданный ход На самом деле Рок-волна На шансоне То есть получается А что там Любой рок-коллектив Выступает по сути дела То есть они решили Сгладить уже Эту ниточку Да Эту грань Может быть они услышали Большое количество Композиций В ля-миноре Написанных И решили Что вот Ну Подойдет Подойдет Да Была у меня В свое время Незадача Поработал я годик На радио шансон После этого Ушел из эфира Вообще На полгода Совсем Потому что тогда Объясню Потому что тогда Когда начинался шансон А я там работал Именно тогда Когда он начинался И для меня Шансон это Вертинский Эдит Пиаф Да Да Сейчас уже Немножечко не так А ну изначально Было множечко не так Когда я пришел Подписал контракт А потом только узнал Куда я пришел Я в принципе Тогда шансон Еще не был в сознании У людей Что это такое Вообще Да И когда А я по шпалам По шпалам И я пошел Все хана И вот в этой Всей катавасии Рок Ну как минимум Волна Хотя я конечно Давно отстал уже Мне говорили Что на шансоне Сейчас крутится Много чего В эфире Совсем не имеющее Отношения К блатной Так сказать музыке И вроде бы Как пытаются Так аудиторию Подманить к себе Что у нас тут Вот и это есть И это есть И то и то И вроде бы Культуру мульту И вроде так И тудым-сюдым Да Но тем не менее Когда в такси Где-нибудь едешь И работает шансон Все равно ощущения странные Я ничего не хочу Сказать против людей Которые пишут эту музыку Но Вот сама по себе Манера Песни Не-не-не Песни за жизнь Спрашиваешь А почему слушаешь Эту музыку Да там же за жизнь Там же все Вот это Все настоящее Настоящее Кто сказал Что настоящее Если бы они знали Что половина тех Кто поет Про тюрьму Никогда не сидел И даже близко К тюрьме не подходил Половина Больше чем половина Вот ты хорошо считаешь Катюха Больше чем Въедливая зараза Больше чем половина Большая часть Вообще никогда К этому отношения не имели Вот И когда вдруг говорят Что Новиков сидел По политической статье Я вас умоляю Политическая статья Была в том Что магнитофоны Советские Переделывали В западные И продавали Вот тебе вся политика И пел там Для зоны Потом Когда сидел Песни В общем Все это На мой взгляд Очень как-то не очень То есть Есть в этом Какая-то Лукавинка А я лукавинку Не люблю Мне нравится Когда все По-настоящему По-живому Когда все Вот это жизнь Так Хилиум Джем Вы потрясающая группа Такой заряд позитива Наташка Федотова Написал Спасибо Так зовется Человек здесь Вконтакте А вот Денис Мальцев Стиль музыки Не мой Такую музыку Я не сильно люблю Но вот тут Такая ситуация Сейчас сижу Слушаю Наслаждаюсь Вот как объяснить это Скажи мне Волшебство Да Наверное волшебство Знаешь Сработало Я понимаю Я понимаю Что это такое Я водку терпеть не могу Вот реально В 15 лет Компании мужской нашей Нажались так Что у меня потом Да был А чуть не помер Вот ей богу Как называется Когда отравление Да Не кислородом Вот этим Даже запах не выносил И сейчас тоже В общем не особо Но были моменты В моей жизни Когда с мороза Приходишь домой Вот-вот Мороз на улице Холодина А в холодильнике Стоит бутылочка Какой-нибудь привезенной Из Ижевска Например водки Которая на чем-то там Настоена И так говорю Машку хлоп И хорошо И думаю Как это я Водку Вот наверное Так же точно И для Денисовой сегодня Как водка в мороз Водка в мороз Попали что называется Сколько примерно По хронометражу По времени Следующая песня будет Ну так Навскидком 3.20 наверное Мальчика Давай сыграем Черно-белый дом 3.20 да Ну тогда нет Тогда секундочку Мы еще чуть-чуть поговорим Потому что я хочу Чтобы мы этот час Закрыли песней А уйдем на паузу Потом вернемся в эту студию Тут где-то был тоже вопросец А где он был Ай-яй-яй Не помню Русская Рок-волна Передача Про русскоязычные группы Которые малоизвестны обществу О Они делают то же самое Что и мы получается Ах вот оно в чем дело Не дает людям покоя Слава программа Живые Не дает Хотят что-нибудь Нет хорошо В таком случае я за Я за Чем больше радиостанций И федеральных тоже будут Показывать народу Классные Малоизвестные Пока что группы Тем быстрее Эти группы станут популярными А они-то у нас уже в ротации Тем быстрее народ К нам вернется И скажет О это же Это же супер Хелинджем Это же круто Да Может быть мы при жизни успеем Да я уже глядя на нее Понимаю что нет Катя успела меня убедить В обратном Итак Что это будет за песня сейчас Это жить хорошо мы не будем А это мы будем Еще раз Песня будет Черно-белый дом И это премьера Абсолютная премьера Вот за это спасибо большое Напомню Здесь сегодня Абсолютно женский коллектив Женская банда Хелинджем Погнали Я выключаю свет Я смотрю в окна Изумляет источников света Сколько Почему же так Пустыно темно На асфальте нервные Лужи грязи В доме напротив В случайной связи Одинокий мальчик Смотрит кино Одинокий мальчик Здесь одиноким давно Одинокий мальчик Рожден Здесь одиноким давно Ему хочется знать Что будет дальше Ему хочется верить В отсутствие фальши Понимая кто он Ему хочется верить В цветные картинки Он уверенным жестом Шнурует ботинки Покидая Черно-белый дом Покидая Черно-белый дом Я выключаю свет Зажигаю свечи Мне не хочется думать Какие речи Одинокий мальчик Услышит в метро Его скромный вид И наличие мыслей Не сулит ему ничего Кроме истин Черно-белого сна Закрываю окно Одинокий мальчик Рожден здесь одиноким давно Одинокий мальчик Рожден здесь одиноким давно Ему хочется знать Что будет дальше Ему хочется верить В отсутствие фальши Понимая кто он Ему хочется верить В цветные картинки Он уверенным жестом Рожден здесь одиноким Рожден здесь одиноким Покидая Черно-белый дом Покидая Черно-белый дом Одинокий мальчик рождён Здесь одиноким давно Ему хочется знать, что будет дальше Ему хочется верить в отсутствие фальши Понимая, кто он Ему хочется верить в цветные картинки Он уверенным жестом шнурует ботинки Покидая чёрно-белый дом Покидая чёрно-белый дом Ну, давайте продолжим Продолжим мы песни петь и разговор разговаривать Здесь сегодня Хилиум Джем Повторюсь, может быть, кто-то не смотрит трансляцию В видео её версии Это исключительно женская банда Хотел сказать, бригада Банда! Очаровательные и достаточно, я бы сказал Изящные дамы В том смысле, что играют музыку Немножко, немножко из прошлого Но делают это весьма и весьма эстетично А как будет называться следующая песня? Надо бы петь уже Потому что пауза была длинная Следующая песня «Дождём» Это песня с нашего первого альбома Но в альбоме она звучит Я бы сказала так Сильно попсово Так Мы её несколько утяжелили Маш, утяжелили? Это вы к приходу на эфир взяли? Нет Потянули в концертной программе просто Чтобы она так сильно не выбивалась Спасибо Спасибо Как всегда, живой звук, напомню В программе «Живые» Хилиум Джем Погнали Не за чем Собраться и спеть тебе О безумных танцах При полной луне Мы стоим под проливным дождём Не моим укрывая зонтом Сколько лет пройдёт Сколько сбудется снова О тебе моих Будет сказано слов Сколько позади было Чужих имён Парабеток тебе Дождём Дождём Нечто искать другую мечту Ты же знаешь Я никуда не уйду Этот город построю Лишь для тебя В этом городе Не будет дождя Сколько лет пройдёт Сколько сбудется снова О тебе моих Будет сказано слов Сколько позади было Чужих имён Парабеток тебе Дождём Дождём Сколько лет пройдёт Сколько лет пройдёт Сколько сбудется снова О тебе моих Будет сказано слов Сколько позади было Чужих имён Парабеток тебе Дождём 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 Вот я знал, что будет что-то ещё Вот знал, чувствовал, что бздынь какой-нибудь обязательно будет в конце. Хелиум Джем, прошу любить и жаловать, если вы вдруг только что к нам подключились. Женский коллектив играет музыку, ну, не любим мы это делить на жанры, но главное, что это хорошее, живое, настоящее, искреннее и честное. Послушай, а вот если так рассуждать немножко о творчестве, о жизни, понятно, что музыка уже стала частью жизни. Совершенно очевидно, и здесь, мне кажется, вопрос был бы неуместен, даже глуп, где-то. Но я сейчас представил себе картинку, да, такие подставы, ну, в хорошем смысле, мне к человеку театральному это близко и понятно, когда, к примеру, это делают некоторые команды, бывшие КВНские, теперь уже театры целые, да, там пельмени уральские и так далее, когда вызывают из зала якобы посторонних людей, сидящих в зале, зрителей, инструменты дают, говорят, ну, вот играй теперь. Человек делает вид, что он играть не умеет совершенно, какой-то там, а вот на какой-то момент вдруг они все раз и играют, и понятно, что это подстава, в чистом виде. Вот я подумал о том, что, может быть, было бы, конечно, клёво, если там девчонки просто тусят-тусят, выходят на сцену, берут, выкинут, просто так, как будто бы, да. Потом бах по струнам, и вот тебе, пожалуйста, музыка пошла. Никогда вы подобных перформансов не устраивали? Да это прям, это, по сути, наша жизнь. Да ладно. У нас, в общем, всё так и начиналось. То есть мы из акустики, нам ударило в голову, что нужно играть электричество. Мы пришли на студию Диез к моему давнему другу Евгению Драйеру. Вообще изумительно талантливый, талантливейший аранжировщик, музыкант. Сделали брямс, он сказал «О!». Вот, и стал помогать, на общем-то, с аранжировками, где-то местами учить играть, петь. Даже так. Да, то есть, в общем, он наше всё. И теперь он с вами? Да. И теперь он помогает дальше? Да. Ну, если помогает такой человек, то, значит, он видит в этом смысл и перспективу. Это круто. А что касаемо, ну, таких малонужных специалистов, как директор, администратор, есть у коллектива? Да, конечно. У нас два директора, Алена Новикова и Ольга. Угу. Так. Вот они... Всячески пиарят. Всячески в нас верят. Сейчас мы их попиарим. Не, ну верить-то можно сколько угодно. Ну, рвануло к телефону, к микрофону, давай иди уже. Или ты просто встал. Я бы сказал, что ты хочешь сказать. И замечательно подтанцовывает, всячески нас поддерживает. А, в этом смысле. И, да. Ага. Люди настроения. Я почему задал этот вопрос. У вас в сообществе вашем ВКонтакте 3,300. Угу. 3,376, да, вот в данный момент народу. Кстати, ребятки, вступайте к ним в сообщество, мне кажется, было бы неплохо его пополнить. Группе пять лет. Угу. Ну, маловато. Это как администраторам, между прочим, маловато. Потому как нынче-то, в общем, пиарить себя и продвигать себя, это не упрек. Это так. Ну, на самом деле, с появлением администраторов у нас с полутора тысяч выросло до трех. А, все-таки рост есть. Конечно. Это очень здорово. И у нас появились недавно. Потому что есть масса примеров того, как группы, ну, с точки зрения массовой известности, почти мало знакомы такой большой публике. Ну, вот Nobody One, опять же, я привожу как пример. Серега Табасников, да? Он собирает тысячные залы. А и группа ВКонтакте у них огромная. Грымова, и честь и хвала, что называется, директору, да? А так скажи человеку, который знает музыку более-менее, Nobody One, это что? Чаще всего... У них своя такая уже тусовка, свои фан-клубы по всем городам. Это все добиваются, этого всего, через интернет. Именно вот благодаря тому, что настойчиво и настырно работают с целевой аудиторией в интернете. Нынче, мне кажется, это выход из положения. Потому что телевидение редко сейчас показывает кого-либо, кроме известных лиц. Да, кроме себя, правда, поднадоевших. Радиостанции, чаще всего, мы говорили об этом в перерыве, в общем, используют старый материал, потому что на этом проще зарабатывать. Это же бизнес, не более того. Ну вот мы что-то пытаемся вот уже год делать активно, но этого мало. Поэтому, кажется мне, что надо больше усилий прикладывать. Это добрый совет, и я хотел бы, чтобы вас знали. Не только те, кто слушает свое радио, а, в общем, народу побольше. Мне кажется, это было бы правильно. Мы над этим и работаем. Стас Крутовский пишет, не знаю, у кого как, а мне, наоборот, грустно от их песен. Музыка веселая, живенькая, можно сказать, заводная. Вот слова как-то совсем не радостные. Ну вот Стас заметил то, о чем я сказал. Какая-то такая тосковинка, какая-то такая болюшка, да, трещинка. Она прослеживается во всех песнях. Кстати, если говорить о музе, да, если говорить уже о тех событиях, фактах, которые влияют на творчество и на написание песен. Мы политики не касаемся ни в коем случае. Мы вообще радиостанция аполитичная. Но, тем не менее, что влияет действительно в большей степени? Чьи-то беды, чьи-то проблемы или собственные переживания? Да, в общем-то, что угодно. Вот, например, песня, которую мы исполняли «Отражение», вообще навеяна фильмом «Тумана Авалона». Ну как? То есть совершенно вот, посмотрели фильм, написалась песня. То есть все что угодно там. У нас есть песни, написанные там «От лица собаки», например. Но она пока только в акустике. А, и жалко. Да. Я прям хотел услышать эту песню. От лица собаки это было бы интересно. Вот какие-то, может быть, проблемы друзей. А, давай как раз последующую Ленкину сыграем. То есть это песня, написанная нашему другу, которой... Ее часто с нами нет. Но песня осталась. Ну она жива-здорова? Да, конечно. Она музыкант? Нет, она совершенно не музыкант. Она наш друг. Она как-то приехала к нам в гости и вот рассказывала, как у нее все вот... Все не так. Вот. И она Машу с нами рассказывала. И написалась песня? И написалась песня, да. Вот. Хорошо, что я спросил о том, откуда берется, собственно говоря, мотивация. Давайте послушаем. Как называется песня? Ленкина песня. Это с нашего альбома «Послушай». Так называется Ленкина песня? Да, Ленкина песня. Обалдеть. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Хелиум Джем. Погнали. Утро пахнет весной, ее утром пахнет весной, вчерашнего дня. Так не похоже на жизнь, когда без огня, так не похоже на счастье, ее глаза, когда утром пахнет весной. Так не похоже на солнце, так не похоже на солнце, блики огней. Так не похоже на море капли дождей. Так не похоже на лица, тени людей, как долго это продлится. И я держу твою руку, чтобы ты не узнала, как рустят поезда, отправляясь в вокзалы. Засыпая, укрой, твои плечи теплом, чтобы утро не стало. Так не похоже на звезды. Так не похоже на звезды. Засыпая, укрой, твои плечи теплом, чтобы утро пахнет весной, вчерашнего дня. По вечерам она пристально смотрит в окно и каждый раз замечает. Так что я держу твою руку, чтобы ты не узнала, как рустят поезда, отправляясь в вокзалы. Засыпая, укрой, твои плечи теплом, чтобы утро не стало. Держу твою руку, чтобы ты не узнала, как рустят поезда, отправляясь в вокзалы. Засыпая, укрой, твои плечи теплом, чтобы утро не стало. Держу твою руку, чтобы ты не узнала, как рустят поезда, отправляясь в вокзалы. Засыпая, укрой, твои плечи теплом, чтобы утро не стало. Вчерашним днем. Чтобы утро не стало Вчерашним днём Ну, это фантастическая, конечно, песня. Утро не может не стать вчерашним днём. В этой жизни нет настоящего, в ней всё прошлое. Сейчас мгновение пролетело, оно уже в прошлом. Всё, всё, будущее есть, настоящего нет. Нет, мы же живём в такой... Особенно, когда живёшь в таком темпе, как нынче. Это же дело. Значит, Влад Шакин что написал? Значит, уважаемый Семён, пишет он мне. Очень люблю вашу программу, спасибо, Влад. Та группа, которая здесь сегодня цепляет. Спасибо им за то, что делают. Я живу несколько иначе, чем вы. Из СССР не сталкивался, но музыку знаю. Как только услышал, сразу ассоциации. Спасибо. По скриптам Новикова не трогайте. Песни для зэков на зоне он не пел. Влад Шакин. Влад, вот зуб даю пел. В личке могу вам объяснить. Ладно, скажу. Я служил в спецназе ВВМВД. И в те годы, когда именно там, где он сидел. Понял, Влад? Опа! Опа-на, попал. Нет, шутки шутками, но это правда абсолютная. Потому что я даже, более того, я знаю тех людей, начальников, которые вызывали. Типа, иди попой. Влад, так что не надо. Иногда лишний раз лучше, да, не трогать какие-то темы, которые трудно. Я давно живу просто. Может быть, выгляжу лучше, чем положено. Давайте двигаемся дальше. Что касаемо концертов, которые вы собираете. 25 число Питера, я так понимаю. А в Москве? А в Москве пока у нас нет даты концерта. Я думаю, что где-то, наверное, серединка ноября. Ну, пока... Мы хотим приурочить все-таки концерт к выходу альбому, сделать хорошую презентацию, чтобы сейчас эти силы... То есть это будет не просто концерт, а презентация альбома. Да, да. Ну, это клево. Бабахнуть. Это клево. Что касаемо аудитории, вот мне теперь дико интересно, а кто ходит на ваши концерты? Совершенно непредсказуемо. То есть бывает, что весь зал одни тетечки. Причем тетечки лет 50. И вы чувствуете себя Стасами Михайловыми? Да, да, да. Да, серьезно? Ну, как-то немножко это странно, но нормально. Хорошо. Так. Иногда, иной раз совершенно... А, мы выступали в клубе... Как он назывался? Машбайкерский клуб. Алькатрас. Да, Алькатрас. Алькатрас. За решеткой выступали. Во-первых, мы тогда играли акустику. Это вообще потрясающе было. Перед нами играли группу какую-то тяжелую-тяжелую музыку. И дальше выходим мы. Две феи и такой щупленький перкуссионист. Угу. И сидят вот эти вот все байкеры такие, огромные дядьки, там, с туировками. Ну, что-то было как-то сначала не по себе. Угу. Но что, в общем-то, приятно было, то есть они сразу отставили пиво и начали слушать. Угу. То есть что-то, видимо, новое для них, для этого клуба, не знаю. Ну, то есть публика совершенно разная. А я очень байкеров люблю. Они, на самом деле, выглядят брутально. Такие зайки. Ельтрон, ты просто жжешь. Так, так, так. Ну, нормально все? Абсолютно, да. Без проблем закончилось? Абсолютно без проблем. Все очень отлично было. Ну, это клево. Это самое главное. Какая душевная команда сегодня играет? Очень теплое ощущение от них. Вот Виталий Голихов. Он недавно подключился, судя по всему, потому что поздоровался 11 минут тому назад. Ну, значит, во второй части к нам подключился. Значит, а бас-гитаристку не путают с Арбениной внешне, похоже? Она с Арбениной на басу играет. Хороший вопрос, да, 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 да. Хороший вопрос. Я вдруг вспомнил анекдот старый, когда еще во времена советские, коли ему сегодня какая-то гадость летает, когда мы заговорили с вами о советском времени, ну, Лидий Ильич Брежнев, чего, он тоже шутил иногда и любил покуролесить по всяким поводам. Как-то он водитель со мной говорит, иди посиди рядом, я поведу сам. И вот он едет, заезжает в Кремль, причем не служебная машина, а какая-то личная, и милиционеры по рации переговариваются, говорят, кто там едет. И говорят, я не знаю, кто, но водитель у него сам Брежнев. Отлично. Да, поэтому, ну что, Арбенина на басу, что, нормально, в конце концов. Иль, ну, скажи, что... Арбенина в молодости на басу. Сейчас ты кому комплимент больше сделала, мне интересно. Цвет волос не тот. Давайте петь дальше, что это вы? Чё поём, Маша? Давай бывших споём. Повеселее. Это так называется песня? Да. Окей. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня Хеллиум Джем. Погнали. «Живые» Бывшие девушки по ось ищут зонты Бывшие девушки завязывают детям понты И размеренным шагом, молча по тротуарам Демонстрируют счастье среди суеты И размеренным шагом, молча по тротуарам Демонстрируют счастье среди суеты Бывшие девушки любят звонить, как дела И не дожидаясь ответа, монолог полчаса Что у нее все как надо Он подарил ей помаду Свекровь в субботу с шарлоткой Чудеса, чудеса Что у нее все как надо Он подарил ей помаду Свекровь в субботу с шарлоткой Чудеса Муж отдыхает с детьми на даче в Крыму Об этом мне сообщают, имея что-то в виду Я притворюсь полной дурой Чтобы не обидеть натуру Я пью глинтвину камином И никуда не пойду Я притворюсь полной дурой Чтоб не обидеть на дурой Я пью глинтвину камином И никуда не пойду Я пью глинтвину камином Слушайте, девчонки, ну песни-то разные все у вас Но я имею в виду стилистически разные Как рождается аранжировка То есть как рождается идея Я, кстати, очень... Подожди секунду Ты же не видел, лампочка не горит же Ты мне маякни... Вот сейчас загорел, говори А никто не говорил, что они одинаковые А я, собственно говоря, об этом тоже не сказал Что кто-то обещал мне одинаковость Я о другом маленько-то Я немножко о другом говорю сейчас Будет лично мне очень близки коллективы Которые не циклятся на чем-то, да Мы играем, вот и все А люблю те, кто экспериментирует У кого несколько музыка, может быть, да Туда-сюда плавает Стилистика несколько в одну, в другую сторону Это клево, потому что это разнообразие Потому что даже на концерте, мне кажется, гораздо более прикольно Когда музыка чутка разная Почему тяжелые хеви металлические коллективы Или там, скажем, та же металлика, между прочим Баллады обязательно есть У них у всех есть обязательно А почему? Ну что, чеши себе и чеши Нифига У вас все разнообразные Как рождается аранжировка? Как понять, что она должна быть сделана так, а не иначе? Аранжировка обычно рождается Сначала у нас рождается текст, как правило Первым делом текст Первым делом текст, в пробке Маша записывает Если Маши нет, я надиктовываю на диктофон Дальше у Маши рождается, как правило, мелодия А, вот как получается То есть твой текст и мелодия Потом эта мелодия с текстом приходит в студию Вдвоем такие они приходят Женя Драйер их слушает Говорит, я фуфло? Говорит, да А, говорит, да, фуфло? Капец Да И идет наливать чай Возвращается с аранжировкой А, вот он долго наливает чай? Нет Рождается То есть это он все делает, аранжировка Как получается? Ну не то, что он вносит коррективы, скажем так То есть то он поменяет ритм А вот здесь вот тюнь-тюнь сделай и будет круто Ну да, то есть он направление какое-то дает Вот здесь вот я слышу басанову А здесь я слышу такой рок А здесь оседиси Такое немножко вот мотивы И, ну, то есть мы играем И он там еще дальше, ну, какие-то вставочки, может быть, порекомендует сделать Ну, то есть вот как-то так Сказал, что эта песня, не эта, которая была за перед этой, да Она, в общем, на альбоме такая попсовенькая получилась Да То есть вы этого тоже не стесняетесь, получается? Нет Нет? А я сейчас нисколько, да, я без иронии говорю об этом На сегодняшний день, вот я лично делю поп-музыку А, поп-музыка, это даже, не знаю, даже хеви-метал может быть поп-музыка Если она звучит из всех радиоточек Потому что поп-это популярное, да? Все-таки я делю музыку на поп-музыку и попсу В моем понимании попса Это такое пошлое, мерзкое Г-г-г Да Когда тетки бегают Ну, красивая тетка бегает красиво, не вопрос Но просто... Но петь не надо Но петь не надо Вот именно так, да Вот именно об этом Я так полагаю, что ты имел в виду не эту сторону Она припопсованная по-другому слегка Но все же мне хотелось бы сегодня что-нибудь услышать такое от вас тоже Или у вас сегодня не заготовлено ничего? Какое вот такое совсем? Легкое, но как бы относящееся к поп-музыке Вы же переделали ту версию и сделали более жесткой, что ли? Почему? Это тоже важно, мне кажется Когда на общем фоне это могло бы вдруг ударить Я объясню, почему Будучи пацаном, я терпеть не мог группу «Ласковый май» Но я другое слушал Другое Я слушал тяжелую машину времени, в том числе Слушал, которая была тогда запрещена и закрыта И закатана вообще Невозможно было Мы доставали кассеты шипящие, скрипящие Вот Но со временем, с годами Когда стал старше Я не перестал слушать и любить тяжелую музыку Но почему-то мое отношение к «Ласковому май» Слегка мягче стало, что ли Ну, как бы ностальгия, наверное, какая-то Вот я и думаю, что, может быть, в общей концепции вашей Какой-нибудь такой Поп-музыке Ну, не хочу, да Поп-музыка, поп-песня какая-нибудь А что у нас такое есть? Есть что-нибудь? На общем фоне Да, да, да Семен-то нас озадачил Девчонки так задумываются А мы не играем попсу вообще Сейчас играем Что придумаем? Нет, нету, так и нету, и ладно Я не знаю, по музыке, если молчать, песня, она, в принципе, такой Да, да, да В стиле Цоя, наверное, что-то вот Ну, да, Цоя за главная попса России Да, да, да Очень правильно попали сейчас Молодцы, да Не, не совсем попса Она популярная А, в этом смысле Ритмически, да А, в этом смысле Ну, дискотечная, да, танцевальная, скажем так Как все у группы кино Александр Масьенко пишет Слушал эфир фоном Почему-то вдруг захотелось включить видео Очень харизматичный коллектив Если на них смотреть Совсем другие ощущения от песен Теперь фоном не послушаешь Хочется смотреть Если я еще очки одену Боже мой Я же, боже мой, серьезная Боже мой Указку дай учительнице Да Учитель Ой, Семен, я вас теперь вижу Боже мой Здравствуй Здравствуй, Юль Здравствуйте, Юль Сейчас я очки достану И я тебя увижу Ну что, дальше петь надо уже Что это будет? Ну что, Маш, молчать поет? Да, давай Так молчать или петь будем? Песня называется «Молчать» Как всегда, живой звук в программе Живые Здесь сегодня Хилиум Джем Поехали Вы говорите ерунду, а я молчу Вы разрушаете мою мечту Сидеет пятая графа Молчу, 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 молчу Вы принимаете закон Молчу Вы убиваете меня Молчу Мне страшно говорить слова Молчу Еще страшнее промолчать Молчу Пока не порвана последняя струна Играй И играй Пока столетия облетают города Дыши Мечтай Пока звучат еще живые голоса Танцуй Аликуй И снег кружит И лед лежит на полюсах Иди за мной Танцуй Мое молчание Вы во весь опор Несетесь вскачно Двадцать лет назад И мракопесы Заполняют коридор А я молчу И опускаю взгляд Вы принимаете закон Не промолчу Сегодня мы А завтра кто Кричу Сидея пятая графа Пьет по плечу Вы убиваете меня Пока не порвана последняя струна Играй Играй Пока столетия облетают города Дыши Мечтай Пока звучат еще живые голоса Танцуй Аликуй И снег кружит И лед лежит на полюсах Иди за мной Танцуй Субтитры подогнал «Симон» 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 И снег кружит, и лёд лежит на полюсах, иди за мной, дыши! — А, то есть вы сейчас мечтаете об этом, да, чтобы танцевали на дискотеках под эту песню. Ну, почему нет, если действительно есть какие-то профессиональные диджеи сегодня среди слушающих, кто знает, может, и сделают. Почему нет, все танцевать, браво, вот и Летников пишет, браво, браво, клёво, Виктор Соколов, ну и так далее. Залюбили вас, по-моему, уже. Ну, это же хорошо. — Да. — Это же хорошо. У нас, к сожалению, осталось всего-то две песни, поход, делаем. Вот так времечко-то летит. А может, три? Есть три? — Раз, два, есть три, есть две. Маш, спасибо, играем? — Да. — Давай, спасибо, сыграем. — Ну, давайте тогда, наверное, три. Мне хотелось бы, чтобы всё-таки сегодня поболее у вас было. Реакция хорошая, это очень важно. И очень хотелось бы, чтобы... Значит, и снова сидячие пляски, пешлекса. — Но не в этом главное. Однозначно пойдут в плейлист, уж больно нравится. Так, значит, тут тоже было... Только присоединился, послушаем. Давайте-давайте, подключайтесь. — Смотрите, как люди поздно приходят иногда. — Да. — Ну, работа-то, дела какие-то. Что за мошка у меня? Что-то перед носом мотается. Чё прицепилось, не пойму никак. Ну, сколько девчонок цепится ко мне, почему? Зараза. — Ой, каши. — О-о-о! Пошли аплодисменты в студии. Ловим мошку. — 46-47. Это короткий номер для ваших смс. Сначала пишите свои, дальше пробельчик, а потом уже всё, что хотели бы адресовать коллективу. Ну, и понятное дело, что вычитываю всё, что вы адресуете девчонкам в группах. Ну, я имею в данном случае в чатах и в группе ВКонтакте и так далее. Всё классно буду слушать. Сергей Миняев написал. Нравится мне это. Кстати, альбомчик принесли, нет? — Нет. — А, нет, принесли. Не альбом? — А чего? Если не альбом. Ну, диск, какая разница? Диск есть? Дай сюда. Да, я хочу подержать в руках диск. Он же с полиграфией всё равно. — Нет. — Ну, всё равно дай. Дай всё равно. Я думал просто показать картинку, если он был... Ой, как клёво. Это такая визитка. Визитка какая креативная. А кто вам рисовал визитку, девчонки? — Маша. — Маша? — Маша. — Слушай, ещё один талант, оказывается, есть у девочки. — Ну, ты полиграфист. — Если бы можно... А полиграфист, да. Можно было бы крупным планом. Юль, можешь показать? Наверное, видно не будет, но это надо, конечно, это надо, конечно, показывать картинку, которая здесь есть. Четыре девочки, четыре... Не видно? А я чуть камеру эту не вижу пока что. Четыре девочки, четыре... Музыкант Ши, который здесь... — Ши, да. Ну, вот там кое-что видно в кадре, конечно. Вот эти вот четыре силуэта, которые вы видите, это они в зелёных... Почему в зелёных платьях? — А у нас как-то вот зелёный цвет нам очень... — А вы сегодня все не зелёные, что-то? — Цвет группы, да, просто выбрали себе логотипа. — А логотип зелёный? Логотип зелёный, но с красным оттенком почему-то. Хелиум чёрный, джем красный. — Это котлевает. — Где-то, семь линий, семь красных линий, две синие, а две прозрачные, да. Так я так и не понимаю. Почему в зелёных платьях? А чё сегодня не в зелёном? Не нравится? — Кимчишка. — Кимчишка. — Понятно. Ну, в общем, ещё одна сторона, творческая сторона. — А, я в зелёном. — Да, у тебя есть часть элементов зелёного. Ещё одна творческая сторона этих девочек, они ещё и креативные. Это вообще клёво. Ну что, девчатам, удачи. Всё было весело, красиво. Звукачам респект за звук. Уже можно... Всё, можно успокоиться, наконец. Давайте петь. Я хочу всё-таки, чтобы было поболее песен сегодня. — Маш, что поём? — Что поём, Маш? — Снег. — Снег? — Снег. Песня «Снег». По всем сезонам осень была, дождь был, теперь снег. «Хеллиум джем». Живой звук, как обычно. За окнами снег и запах ванили, на подоконнике скоро рассвет. Я изучаю, пытаясь запомнить каждый твой жест. Так, словно мы не увидимся вновь. Ты думаешь, ты думаешь, это любовь? Ты думаешь, это любовь? Песня «Снег» На окнами снег и запах ванили, на подоконнике скоро рассвет. По циферблату проносятся стрелки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Плотным кольцом окружают вопросы Ключ в зажигание не тем концом И без единой причины ревность да тошноты И умножается на бесконечность часы И удаляется на неизвестность точка росы И удаляется точка росы Так словно мы не увидимся вновь Ты думаешь это любовь Ты думаешь это любовь АПЛОДИСМЕНТЫ 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 читаю тоже сообщение. Я даже уже ответил, успел, пока вы пели. Вот Елена Варнакова, на мой взгляд, начинали эфир лучше. Все-таки девчонки не в моем вкусе, уж увольте. Но все равно хочу пожелать им удачи. Судя по всему, здесь речь идет о другом. Я написал даже об этом. Вероятнее всего, стилистика 80-х Лена цепанула. И как-то она, опа! Неожиданно для нее было. Ей понравилось. А дальше-то вы во второй части пошли все больше по современному року уже. Это разнообразие. Это очень хорошо, когда группа играет музыку разноплановую, но узнаваемо все равно. Все равно же вокал-то не спутаешь. И, собственно, стилистика тоже существует. Она однозначно присутствует, имеет место быть. Это круто, и мне это лично очень нравится. Ну, очень. Не знаю, кому как. Давайте петь. Давайте петь. Я обещал, что вот хочу еще три услуги. Давай песенку ухожу, сыграем? Давай. А подожди, вы же еще пока не уходите. Никакой связи, да, я так понял? Ну, давай. Тогда спасибо, а потом ухожу. Вот давай так. Такой порядок будет, мне кажется, более правильным. Хилиум Джем. Меньше говорим, сейчас больше играем. Погнали. Мне безразлично Мне неинтересны Вчерашние сводки Вчерашние сводки Спасибо всем, кто в нас не верит, Кто врет в глаза Спасибо всем, кто отвернулся и не сказал Спасибо всем, прошедшим мимо своей прямой Я счастлива, что эти люди не со мной Мне безразличны Твои предпочтения И около птиц Обо мне твое мнение Ты не поверишь Ты не поверишь Но ты мне не нравишься Поэтому Там, где есть и останешься Останешься Спасибо всем, кто в нас не верит Кто врет в глаза Спасибо всем, кто отвернулся и не сказал Спасибо всем, прошедшим мимо своей прямой Я счастлива, что эти люди не со мной Спасибо всем, кто в нас не верит, Кто врет в глаза Спасибо всем, кто отвернулся и не сказал Спасибо всем, прошедшим мимо своей прямой Я счастлива, что эти люди не со мной Наверное, всем этим людям не со мной Я счастлива, что эти люди не со мной Ну и что же В последних строках своего письма Девчонки, нам уже скоро заканчивать нужно Скажите мне, сколько по времени последняя песня Ну, которую вам вынуждены будем сыграть уже последней Минуты три, да, наверное Три-три с половиной, да, примерно так Ну, чтобы я ориентировался по времени Трудно сказать, почему конкретно Но сегодняшний эфир мне определенно по душе Пишет Александр Сазанов А вот Елена Варнакова Вот не понравилась ей Ну, ничего страшного Говорит, вторичность чувствуется Нам тоже Нам тоже по душе Говорит, вторичность чувствуется Что такое вторичность в таком случае? Мы говорили сегодня об этом в самом начале Что-то новое изобрести Ну, люди пытаются, конечно, придумывают велосипеды Да, лепят третьи колеса Пятые, десятые Суть-то остается прежняя Все равно велосипед Педаль-то крутить надо Педаль крутить надо Никуда от этого не едться Ну, что делать? Кому-то да, кому-то нет Это совершенно нормальное явление Я думаю, что вы к такими вещами относитесь Спокойно Абсолютно Спокойно Пофигу, да? Ну и слава Не, ну мы не обязаны всем нравиться Мы же не доллары Да Ну, я сейчас так подумал вдруг Если бы вы в арабской стране такое сказали Мы не обязаны всем нравиться Мы же не доллары Я думаю, на вас посмотрели бы особым взглядом Я к тому, что Ну, в общем, да Все понятно В любом случае Мы так или иначе Когда творим что-то В данном случае Я говорю обо всех творческих людях И о вас в первую очередь Не надо задумываться о том Кому это нравится Кому нет Главное, чтобы это самому было по душе Вот сообщение Еще одно Это уже финальное сегодня будет сообщение От Рыси О! Что, не знаете тоже? Рысь? Рысь это Дениска, что ли? Дениса Жураврова Они не знают Рысь они не знают Нет, Рысь, наверное, мы знаем А, все же знаете Которая бежевая? Понятия не имею Тут не подписанная Я цвета не вижу Черно-белая написана здесь У меня же смс-портал От Рыси написано Привет группе Хеллиум Джем Написано, кстати, по латинице Написано английскими буквами А вы пишетесь по-русски Кириллицей пишетесь Ну, мы в России пишем кириллицей А в Европе пишемся не кириллицей А вы в Европу выступаете? Да, в основном в Германии В этом году еще в Эстонии А что же вы не сказали-то об этом сразу? Причем почему-то там мы более известны, чем здесь А что же вы в этом не признали сразу-то? Я сижу баран-баран У меня ничего об этом не написано Я ничего об этом не знаю Что вы не хвастаетесь? А мы скромняги Вот так вас скромности доведет Знаешь куда? Так и будешь похож на Арбенина на сайте Скромняга Браво Надо говорить об этом Зато мы единственная группа В которой Арбенин на басу В Германии в основном, я так понимаю, да? Да, в основном в Германии Берлин, Гамбург По-русски поете там? Да, поем по-русски А, кстати, удивительно, что русскоязычное Ну, это мигрант Русскоязычное население Приходит на концерты в очень небольшом составе В основном немцы В основном немцы, да И несмотря на то, что поем на русском Вот и подишь ты, посмотришь ты Ну что ж ты будешь делать? Мы могли столько об этом Эх вы! Вы еще пока не понимаете толком, как себя пиарить Ладно Главное, что мы все-таки в эфире об этом сказали Итак, привет группе Хелем Джем Вы молодцы, все классно Особенно гитара Маши в снеге Спасибо за качественную музыку Очень приятно верить в вас в эфире Спасибо за потрясающую передачу Но это уже лично мне спасибо Рысе Надо прощаться, к сожалению Времечка вышло Девочки, спасибо вам Вы офигенные, что сказать С вами весело Мало того, что музыканты хорошие Еще и люди открытые А это, кстати, сказать очень немаловажно Нам было кайфово с вами Давайте заканчивать Спасибо, мы закончим Как раз песни ухожу Спасибо и вам До понедельника Всем говорю я До свидания Хороших вам выходных Поехали Я ухожу Чтобы вернуться всякий раз Поскольку сдержанностью фраз Себя Как утруждаешь ты Я ухожу Когда нет смысла промолчать И бесполезно обсуждать И нет желания дарить Тебе цветы Тебе цветы Здесь вырастают горы Вместо домов Здесь отпечаток пули Вместо слов Ты собираешь мысли И в бреду И в бреду Ждешь, что приду Я ухожу Когда грохочет летний гром И перебуженный наш дом Все как один Прильнув к окну Гадают быть Или не быть В конце концов И вспоминают про отцов И в страхе Путают детей Под звуки струн Под звуки струн Здесь вырастают горы Вместо домов Здесь отпечаток пули Вместо снов Ты собираешь мысли И в бреду Ждешь, что приду Я ухожу При первых признаках дождя Чтобы не злиться на тебя Не оставлять тебя одной Я ухожу Когда ты смотришь на меня Когда незавершенность дня Читается В свеченье лун В свеченье лун Здесь вырастают горы Вместо домов Здесь отпечаток пули Вместо снов Ты собираешь мысли И в бреду Ждешь, что приду Здесь вырастают горы Вместо домов Здесь отпечаток пули Вместо снов Ты собираешь мысли И в бреду Ждешь, что приду Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»